Ещё могу немножечко пообщаться. Давай. Подожди, подожди. Ты чё заводишься на пустом месте? Накипело, наболело, и хочется выговориться. А понятно, что, да, у всех у нас трои, как говорится, и заботы, и хлопоты. Другую ленту зарядил. Я вот как бы своё скажу. Ты хочешь моё мнение услышать? Нет, это я просто делюсь твоим мнением. Я вот говорю, я понимаю, что я говорю. А как вот я молчу, то есть ничего не происходит. Давай поделаю, я даже покушать сегодня ещё не успел. Он якобы, не он, конечно, не он, а беря оттуда вот как бы косвенные вот эти, он начинает говорить, что вот... Всё? Или ещё там... Ну, всё, как... Это вот, ну, как вот... Я кратко не смогу сказать. Ну, словак, скажи, какой ответ? Естественно, порой вот, ну, хочется... Вот сделай так и сделай так. Я понимаю, что это упрощает наше. Ты заставляешь нас... В чём проблема? Нет, проблем нет. Я просто хочу подстраховаться. Правильно ли я буду осуществлять? Потому что у меня прежде... Дочке сколько лет? То есть... Вот сейчас ты меня стыдишь начнёшь, Антон. Да я и сам справлюсь. Я просто от тебя жду. То есть, ну, как бы... Ну, да, правильно, то есть, вот так. Ну, выход нашли? Абсолютно нет. Тем более, то есть, я, если тут на перебивание, то есть, там, как бы... Есть такие ещё и жизненные просто-напросто такие понимания, то есть, там, кто такие... Подожди, подожди. Выключи свой пулемёт гатлинга. Вот так вот реально, то есть, там, людей, которые, там, вот, видишь, что первый раз к тебе обращаются, слышишь, вот именно вот такое, что... Инициатор, источник напряжения где? Привык общаться, да, я вот в своём, так скажем, кругу, да, общения с кем. И всё как-то, ну, попроще всё идёт. И вот это немножко, как бы, напрягает. Но меня на всё это времени нет. Такой, как бы, момент такой акцентируют, о том, что там говорят, о том, что там, ну, мол, типа, надо отписываться, он там, ну... Зачем ты мне то же самое рассказываешь? Не надо мне пересказывать. Я это и так слышал сто раз. И вот они могут. Когда вот доходят до того состояния, когда люди отключаются, ни о чём не думают. Протестировать скорость скорострельности своего пулемёта Гатлинга. Я скажу даже больше. Я тут, как говорится, не разграничиваю, вот он или ты, да, вот. Но вот ты, и вот тоже вот... Такой шикарный у тебя пулемёт Гатлинга вообще. А вот, знаешь, вот хочется, знаешь, как-то по-простому, вот грубо говоря, как раньше говорим, на завалинке посидеть, да, семечки полосгать, да, и посидеть, пообщаться. Вот просто солнечный день, тепло, погода. Одну ленту зарядил, вторую ленту зарядил, влево направил, вправо направил. Но он у тебя как крутился, так и крутится. Давай я тебе его установлю путём вопроса. Здесь нет никого, кроме тебя. Вопрос решён? Да, двигаемся дальше. Это единственный короткий ответ от тебя, зависит разговор. Субтитры делал DimaTorzok Ага, приветствую. Я некоторое время назад звонил по поводу апелляционной жалобы в суд. Ты мне подсказал, как это организовать, то есть сделать, то есть там письмо с уведомлением, с вложением, с описью. Пришёл на почту, то есть как бы от суммы, немножко был это возбуждён. Ну, сделал упрощённо, как бы там, без вложения, потому что с деньгами напряжут полный. Я тебя беспокою по другому поводу. Я так посмотрел твой ролик. Ты, значит, общался с человеком, по-моему, от Ставрополя, который подал волеизъявление о запрете на обработку персональных данных по поводу своей девочки-первоклассницы. Я написал, ну, у меня парнишка учится, но он в восьмом классе заканчивает. Я написал, то есть, тоже в отношении него запрет на обработку персональных данных. Тоже тут написал, в принципе, тут в форме векселя. То есть, ну, и как, в принципе, и там указано было. Единственное, что там шапку немножко поменял, как бы, ну, как сам решил. Ну, тоже с указанием, то, что там живой мужчина, суверен, собственник, то, что там адрес проживания, СССР, короче. То есть, посмотрев на это, на все, конечно, тут глаза широкие сделала, и что это, и как это. То есть, я говорю, ну, вы же преподаватель, то есть, учитель, там, директор. Язык русский знаете, что вы тут удивляетесь? То есть, вот, дождался ответа. Ответ пришел, который, в принципе, меня вообще никак не порадовал. Ну, давай я зачитаю, чтобы тебе понятно было. Ты мне что, на пальцах объясняешь, что какого-то там мальчика зовут Хуан? Ты прекращай вот эти бумаги, это, зачитывать. Ты пришли в виде фото, и все. А еще лучше, в двух словах скажи, какой ответ? В общем, не дает она это согласие, то есть, там, на запрет обработку персональных данных. Ссылается на то, что, мол, типа, то, что в сфере образовательной деятельности должно проходить, ваше согласие на это, в общем, не требуется. То есть, как положено, то есть, по образовательной системе, так мы и будем пользоваться. Ваше данное, ну, ваше, как бы, согласие не требуется. В Роспотребнадзор и в прокуратуру жалобы. Вот, в Роспотребнадзор и в прокуратуру. Ясно. Так, а как мне тебе переслать, Антон? Ну, как-как, скайп, телеграм. Скайп, телеграм. А ВКонтакт вот это, ты там не передаешься? Как, что? Можно ВКонтакте. Можно ВКонтакте. То есть, я свое волеизъявление тебе сброшу, и ответ, соответственно, чтобы было понятно, да, что, чего и как. Ну, да. То есть, я делаю фотографию, фотографию пересылаю, нажимаю на значок, просто я не особо в этом, как говорится, дока. Вот. И, соответственно, то есть, непосредственно тебе не то, что, да, то есть, сургут. Ой, ну, не знаю. Если у тебя проблема перевесла человеку фотографию, как ты с Роспотребнадзором будешь общаться? Ну, слушай-ка, общаюсь. Ну, найди способ, как переправить. Ты ВКонтакте меня нашел? Да, конечно. Ну, и в чем проблема? Отправь это, две фотографии. Антон, я, ну, не то, что там тебя учить там собирать, еще нет, ни в коем случае. Я вот просто скажу одно. Ты-то вот молодец, да, то есть, там учишься, обучаешься, то есть, там совершенствуешься. Да, не все мы такие. Мы как-то набираемся опыта, и порой слышать от тебя вот такие дела. Ну, раз ты там не можешь, то есть, там скинуть как-то с Телеграм, то есть, там, как ты там будешь, там, с теми общаться. Ну, мне кажется, не совсем вот это... Подожди, подожди. Ну, а ты мне, вот, ты чего заводишься на пустом месте? Я тебя не собираюсь там что-то унизить или возвыситься над тобой. Я тебе вообще скажу, что я намного хуже был, чем ты. Потому что я родился, я вообще ничего не умел, кроме дышать и орать. Я даже ходить не умел. Ну, мы все такими рождаемся. Вот, вот. Я был намного хуже, чем ты сейчас. Ребят, так я же, это, я тебе к тому, что, ну, это, мне, как тебе помочь, это, переправить две эти фотографии? Я тебе подсказываю. Все хорошо. Ясно или нет, или подсказки нужны? Ну, подсказки не помешают, потому что, я говорю, мы учимся, и поэтому от тебя, как от человека, то есть, который прошел определенный цикл, круг и набрался какого-то, то есть, ну, знания, естественно, порой, вот, ну, хочется, вот, сделай так и сделай так. Я понимаю, что это упрощает наше. Ты заставляешь нас, как говорится, переходить от слов к действиям, тем самым нас подпинываешь и подталкиваешь. Я с тобой здесь согласен. Так. Нет, давай, ты что-то от темы уходишь. Давай вернемся к теме, как переслать фотографии и две. В чем проблема? То есть, нет, проблем нет, я просто хочу подстраховаться, правильно ли я буду осуществлять, потому что у меня прежде вот таких действий, то есть, ну, я в отношении никого не осуществлял, не отсылал особо ничего никому, не перекидывал. Дочке сколько лет? То есть, вот сейчас ты меня стыдишь начнешь, Антон. Нет, это ты так думаешь, вот ты думаешь в миру испорченности своего разума. Я тебя не собираюсь задеть. Я тебе задал простой элементарный вопрос. Дочке сколько лет? Нет, у меня сын. А, сын, ну, сыну сколько лет? Да, у меня сынишка, то есть, ну, вот, 14 лет полных. Он умеет отправлять фотографии? Ну, конечно. Да я и сам справлюсь, я просто от тебя жду, то есть, ну, как бы, ну, да, правильно, то есть, вот так. Вот тебе мой совет, обратись к сыну, он тебя научит. Согласен, согласен. Ну, выход нашли? Да, конечно. Обиженные есть какие-нибудь, это, пристыдили? Абсолютно нет, Антон. Абсолютно. Я не знаю, кто. Ну, вот, ну. Абсолютно нет, тем более, то есть, я, если тут, ну, перебиваю, то есть, там, как бы, есть такие еще и жизненные просто-напросто такие понимания, то есть, там, кто такие обиженные и что с ними делают. Да, дело нет в этих понятиях. Я тебе говорю про другое, про человеческие отношения. Ты говоришь, что я тебя там собираюсь пристыдить. Никто тебя не собирается пристыдить. Я тебе нашел решение, которое ты под носом не видел. У тебя сына есть, которого ты пытаешься защитить, и вот как раз он и умеет фотографии отправить. Вопрос решен? Решен. Ну, вот и все. И никаких там стыдений, опусканий, там, я не знаю, гордыни и все такого. Все, вопрос решен. Надо просто конкретно с отделом общаться. Я не знаю, как отправить фотографии. Подскажи, как. Вот я тебе подсказал. Вопрос решен? Да, ясно, решен. Ну, двигаемся дальше. Теперь я еще хочу... Да, двигаемся дальше. Писать, то есть, ты говоришь, там, следственный комитет, прокуратуру, то есть, ну, свободно, да? То есть, в свободной форме, в принципе, указать то же самое, что я хотел, да? А в ответ происходит, то есть, как говорится, от руководителя школы бездействия, то есть. Зайди в интернет, в поисковике, вбей, жалоба на неправомерное использование персональных данных. Неправомерное использование персональных данных. Да, и можешь там у Ютуба спросить, у Гугла, они тебе подскажут. Много образцов, куда, как отправлять, на чье имя, образцы, еще все там есть. Угу, неправомерное использование персональных данных. Ясно. Ясно. Хотел просто спросить, как сам, как здоровье? Ну, ты знаешь, уже лучше, вот позвонил человек, хотел опять меня что-то там надуманно обвинить, что я его собираюсь предвидеть, а как оказалось, никто никого не предстыжал. У меня настроение улучшилось. Благодарствую. Благодарствую я тебя. Еще могу немножечко пообщаться? Давай. Еще знаешь, вот я вот рад, молодец, что ты смеешься, и вот своим смехом, знаешь, вот как-то снимаешь вот эту напряженность. То есть, как бы, знаешь, вот эта дистанция просто вот, ну, между людьми. Вот, потому что иной раз вот звонишь и не даже смотришь ролик, когда вот к тебе люди обращаются, и возникает такое, это впечатление со стороны, что, знаешь, там обращается к гуру какому-то, да, и, грубо говоря, на самом деле, то есть, там, встают на коленах, то есть, и кланяются, то есть, да, с вопросами. А ты реально, то есть, даешь понимание то, что, ребята, да перестаньте, я вам помогаю или в меру своих возможностей помогу, да, то есть, ну, я такой же, как и вы, только надо учиться, соответственно. И ты там своими действиями, там, своими какими-то этими, даешь, то есть, ну, реально понимание этого всего. Ну, вот так вот реально, то есть, там, людей, которые, там, вот, видишь, что первый раз тебе обращаются, слышишь, вот именно вот такое, что, блин, Камтону позвонил очередной, и вот они тут перед ним прямо, ну, ну, не то, что лебезят, но как-то все равно, вот. А так вот, я говорю, вот, молодцом, вот мы с тобой общаемся, вот, засмеялся ты, то есть, там, понимаешь, ты вот как-то убираешь вот это все, вот, какое-то вот напряжение. То есть, вот это хорошо прямо слышать. Напомни, как звать? Андрей. Андрей, вот ты говоришь про то, что убрано напряжение, а инициатор, источник напряжения где? Ну, может быть, знаешь, что это, то, что я тебя не знаю, да, вот, ну, вот как вот в открытом просто общении, да, просто видел, как говорится, с экрана смартфона или там компьютера, вот. Вот, и просто общаться с человеком, да, и как получается, напряжение возникает из-за того, что вот привык общаться, да, я вот в своем, так скажем, кругу, да, общения с кем, и все как-то, ну, попроще все идет. А ты рад, так, постой, что ты хотел, там, разве ты сам не понимаешь? То есть, понимаешь, у тебя немного вот так. И вот это немножко как бы напрягает. Я не знаю, что тебя напрягает. Может, тебя напрягает то, что я, как тебе сказать, не иду длинным путем, я бы мог культурно-вежливо это все обставить, но у меня на все это времени нет. Я бы мог тебе то же самое разъяснить культурно-вежливо. Подожди, я тебе сейчас разъясню, вот тут немножко не так. Это слишком много слов будет, у меня нет времени на все эти слова. Я тебе четко прямо по делу сказал, раз-два и готово. Дальше поехали. Ясно. Люди это воспринимают как хамство, грубиянство, хотя, по сути, можешь переслушать хоть сто раз, ни одного хамства, ни одного грубиянства с моей стороны не было. Да это однозначно, я с тобой согласен. Я порой и ролики пересматриваю неоднократно, и каждый раз смотря, я каждый раз что-то для себя подчерпываю, что-то новое. Что вот, допустим, первый раз посмотрел, ага, уловил это или это, записал, пересматриваю второй раз, еще что-то записал, пересматриваю третий, еще что-то записал. Так что я с тобой согласен. У меня то же самое, даже если я в сотый раз свой ролик пересматриваю, я все равно что-то новое слышу. Ясно, ясно. Смотрел недавний ролик твой с Сергеем, думай сам. Могу как бы поделиться мыслями своими, потому что в комментариях хотел бы написать, но там слишком длинновато вышло. Я вот за деятельностью Сергея тоже наблюдал, еще с тех времен, когда он в профсоюзе состоял. Потом, когда сам отделился, то есть там по документам шел, то есть по паспортам непосредственно. И вот то, что вот сейчас происходит. Вот он, помнишь, такой момент такой акцентирует о том, что там говорят о том, что там, мол, типа надо отписываться. Он там, ну, за евреев там начал говорить. То есть как бы на ихном этом деле как бы стоит то, что вот он в Библии постоянно. Я вот как бы свое скажу. Вот Сергей взял за основу Библию, да, как бы платформа, и от нее обталкивается. Ну, мы же все вот... Не-а. Так. Ты переслушай еще раз ролик, он говорил про две книги. Ну, про Конституцию и про Библию, да, я согласен. Ну, а почему ты сейчас подговоришь Библию и забыл про Конституцию? Я просто хотел дальше продолжить то, что он начал людей разграничивать, то, что там человек, животное, скотина и тварь. Это же он из Библии берет. Он просто нашел косвенное подтверждение его мыслям в Библии. Ну, вот я тут как бы хотел вот немножко вот момент вот этот... Видишь, как получаться. Он вот в предыдущем ролике, он говорил, что вот нас и разделили всех. То есть то, что у нас находится в теле, непосредственно, да, вот душа, она же без национальности, то есть без цвета, то есть там без всякого этого. Да, здесь согласна. Но когда вот мы находимся здесь, вот в этом плотном мире, да, мы же все здесь поделены на национальности, там, на цвет кожи, там и прочее. И вот он, опираясь на вот эту Библию, он начинает разграничивать. Якобы не он, конечно, не он, а беря оттуда вот как бы косвенные вот эти, он начинает говорить, что вот человек это тот, который вот живет в природе, то есть свободный, то есть вольный. А если ты уже, значит, там-то, то ты уже животное. Если ты там-то, ты уже скот и прочее. То есть он склоняет это вот непосредственно уже на ту нацию, которая и прописывает для нас, для всех, а со скотом можно делать все, что угодно, зачем он вот это вот выносит как бы вот, ну вот, как бы за основу вот этого всего. Ты хочешь, чтобы я... Ты хочешь мое мнение услышать? Нет, это я просто делюсь своим мнением. То, что мне кажется, ну, не совсем верно. Вот он в последнее время все акцентировался в Библии. И вот когда вот он вот последний ролик, вот то, что вот вы записывали совместный, да, вот в последнем, когда вот он говорит, я вас всех люблю, то есть вот прямо вот он насчет отпечатка пальца говорил, да, кровью. И говорит, мол, типа, давайте мы все членом будем, то есть там ставить отпечаток. Понимаешь, вот человек идет... Подожди, подожди, выключи свой пулемет гатлинга. Я же тебе говорил, у меня времени не так много. Я вынужден вот сейчас заниматься... Вот буквально расчесываю волосы, потому что у меня нету времени даже на расчесывание волос. Вот я с тобой стою, разговариваю и расчесываю волосы, чтобы не ходить лохматым, как говорится. А ты мне начинаешь рассказывать то, что я раз 20 переслушал, когда монтировал видео. Зачем ты мне то же самое рассказываешь? Ты вывод давай, краткое содержание. Что ты хочешь сказать этим? Не надо мне пересказывать, что он говорил, что он имел в виду. Я это и так слышал сто раз. Вывод. Я просто плавно переходя вот к тому и не к тому, то, что он опять же пример привел от красных сапог наших и кафтанов, расписанных от бород и длинных волос, что закидывают опять на славянскую тему. А вот как бы еврейское отметат. И то, что он говорил, что в камере как бы от него что-то оторвали, ну якобы вытащили. И он теперь может, вот он опять же намекаться на то, что когда вот доходят до того состояния, когда люди отключаются, ни о чем не думают, и вот они могут, как говорится, получать энергию, то есть соприкасаться с высшими. Мне кажется, наоборот, у него забрали то, что было вложено в нем. И поэтому он четко сам говорит, что я вот говорю, я понимаю, что я говорю. А как вот я молчу, то есть ничего не происходит. Слушай, предполагать, кажется, это можно бесконечно. У меня на это времени нет. Это делается просто... Понял. Если умеешь ходить на тонкий план, иди, сходи и посмотри сам, что у него там вытащили. И опять же с его разрешения. Ясно это, Антон, ясно. Обсуждать там можно гадать до бесконечности. Ну смысл в этом? Ясно. Вопросы, давай по делу. Я даже покушать сегодня еще не успел. Все, я, как говорится, закончил. Давай, приятного аппетита тебе. Рад был тебя вновь слышать. Плодотворных дел, свершений. Обращаюсь за помощью к тебе, то есть имею возможность тебе набирать, звонить. Ну, звони, конечно, только по делу, а не это... протестировать скорость скорострельности своего пулемета гадлинга. Ясно, Антон. Ой, молодец, что засмеялся прямо. Это как-то сближается. Так я же, я же что, вот Сергей говорит, а вообще я вас не люблю. А я неужели между строк нечитаемо, что я вас люблю? Все читаемо, Антон. Все читаемо, Антон. Я скажу даже больше. Я тут, как говорится, не разграничиваю он или ты, да, но вот ты и вот Андрей тоже с командой, которая разбирается, там еще крапу выберет и все. У вас как-то ближе, знаешь, к людям. Я, конечно, высказываю свое мнение. Но у вас как-то ближе к людям. И вот знаешь что? Если Сергей уводит опять куда-то изначально, то вы-то здесь ведете вот как раз непосредственно вот эти действия, в которых мы вот сейчас все здесь находимся. Непосредственно то, что вот мы должны осуществлять. А не куда-то уходить, когда нас кто-то там попытался разделить и прочее, и прочее. Такое шикарное. У тебя пулемет гатлинга вообще. А вот знаешь, вот хочется, знаешь, вот как вот по-простому, вот грубо говоря, как раньше говорили, на завалинке посидеть, да, семечки полоскать, да, и посидеть пообщаться. Вот просто солнечный день, тепло, погода. Как-то может быть из-за того, что вот накипело, наболело, и хочется выговориться. А понятно, что да, у всех у нас свои, как говорится, и заботы, и хлопоты. Понятно? Да, 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 да. Я понял, что у тебя эти простые наконечники закончились. Ты решил бронемодни достать, другую ленту зарядил. У меня к тебе вопрос. Ты что-то опять, я тебе говорю, я прям слышу, ты тестируешь и тестируешь. Одну ленту зарядил, вторую ленту зарядил, влево направил, вправо направил. Но он у тебя как крутился, так и крутится. Давай я тебе его остановлю путем вопроса. Давай. Это единственный короткий ответ от тебя за весь разговор. Ты фразу понял, которую я сказал посредине видео, там, здесь нет никого, кроме тебя? Да. Как ты ее понял? Ну, то есть мы сами все определяем. А еще? Ну, все, как это вот, ну, как вот. Я кратко не смогу сказать. То есть я определяю свои мысли, свои действия, как говорится, последствия мыслей, то есть и все, что вокруг будет происходить, и ровным счетом, то есть вот, как я захочу. А дальше уже по мере того, чтобы вот все возникать или происходить, опять же, мне это решать. Что? Или еще там? Не совсем верно. Нет, почему? Это твое мнение, оно верно и по умолчанию. Ты именно так это понял, но ты не услышал, что именно я имею в виду. Пересмотрю обязательно. Это вот непосредственно в том ролике, где вы с Сергеем, да? Да. А имел я в виду именно то, что, вот слушайся, здесь нет никого, кроме тебя. То есть есть я, вот я стою в своем физическом теле, ну, в моем физическом теле стоит, точнее, я в нем присутствую, разговариваю через это тело с тобой по телефону. У тебя там тоже свое физическое тело, ты в своем физическом теле. И как бы есть и ты, и я. А я говорю фразу, здесь нет никого, кроме тебя. Это о чем говорит? Что вот это твое я и мое я, оно на самом деле одно и то же я. Просто со сдвигом в пространстве и во времени. Это о чем говорит? Ну, есть теория, что душа, вот эта частица, она, как сказать, каждый из нас проживает все наши жизни последовательно. То есть примерно это так, что я вот сейчас живу свою жизнь в своем теле, но когда-то, либо в прошлом, либо в будущем, либо я проживал в твоем теле и был тобой, либо я буду проживать в своем теле и буду тобой. Понимаешь? Вот человек помер, раз, пошел в следующее тело. И вот такие вот, как тебе, вот это все переплетено, такая борода, если со стороны посмотреть, такая борода из сплетений, как вот леска сплетается, вот оно все друг в дружку сплетается, переплетается, но у всей этой бороды есть вход и выход. То есть это одна единая леска без перерыва. Смысл ясен? Ясен. Поэтому, когда я с любым человеком разговариваю, я с ним разговариваю на равных, как с самим собой. Буквально, как с самим собой. Ясен. И если я кому-то там кажется, что я нахамил или нагрубил, ну, извините меня, я вот точно так же разговариваю сам с собой. Я такие же претензии, требования, обязательства сам к себе предъявляю. И это, что там, я не знаю, ходить самому себе, жаловаться, что я сам себе нагрубил, нахамил? Так что ли? Ясен. Поэтому я говорю, для меня все братья и сестры. По духу. Рад слышать. Все хорошо. Ты слышишь, да? Слышу. Че слышишь? Надо тебя отпускать. Нет, я тебе обращаю внимание, вот прислушайся внимательно. Ты слышишь, что произошло? Ты имеешь в виду, что то, что ты мне сказал сейчас? Или то, что там вот шурчит что-то? Нет, в нашем с тобой диалоге слышишь, что происходит? Да. Что? Ты мне дал четкое понимание того, что я, это не то, что вот, вот, нас здесь вокруг много будет. Я, это такой же я, как и ты, ты, как и я, и как любой другой человек. А еще что? Нет, я тебе не говорю про ту информацию, которую я тебе донес. А я тебе говорю про сам диалог, про его, как сказать, диалог... Ну, наполняемость, то есть. Нет, диалог – это общение двух человек по принципу весов. Если на одной чаше нет ничего, а весь вес на одной чаше, а на второй нет ничего, то это не диалог, это монолог, получается. Несмотря на то, что два собеседника присутствуют. То есть перевес строго в одну сторону, на 100%. Вот это называется монолог в рамках диалога. Мы сейчас с тобой... Вначале у тебя был перевес в твою сторону, потому что у тебя вот этот пулемент Гарлинга, он крутился и не останавливался. То есть все слова ложились на одну сторону весов. Сейчас, если ты заметил, когда я тебе задаю вопрос, у тебя возникает тишина. То есть пулемент Гарлинга молчит. Баланс начинает устанавливаться. Равновесие. Ясно. Можно одним словом я скажу, что ты сейчас сделаешь? Могу? Я тебе секрет открою, ты всемогущий. Благодарствую. Это и было слово? Я прежде... Ну, всемогущий то же самое, что творец, да? То, что все может. Или это немножко другое? Да, в принципе, то же самое. Я вот все могу. Согласен. Потому что ты сам, да, за все отвечаешь и сам лично все делаешь. Поэтому и называется всемогущий, да? Своей волей ты делаешь тебе все, что ты, ну, позволяешь тебе делать. Правильно? Нет. Позволять это позволять. Неверное слово подобрал. Ну, вот, хочу сходить в магазин, да, элементарно. Я могу сходить в магазин? Могу. А я могу себе позволить сходить в магазин? Да мне не нужно мое позволение, я и так могу сходить. Зачем мне? Мое же позволение. Согласен. И когда человек, впервые ко мне написав, сразу пишет, привет, я могу, могу ли я тебе задать вопрос и ставить вопросительный знак? Я ему постоянно, я всегда на такие вопросы отвечаю. Ты уже задал вопрос. Неужели ты этого не видишь? Ясно. Тем самым ты тестируешь тоже нас, звонящих себе. Потому что ты тоже понимаешь, насколько тебе важно, интересно и вообще продуктивно ли общение будет с человеком. Так извини меня, а кто меня научит, если не вы? Что, я сам себя научу? Все верно. Я, конечно, учусь. Подожди, я, конечно, сам себя учу, как могу, но иногда мне не хватает вот этих вот, как скажем. Ну, это вот как теория разделения животных. Один и тот же вид там жил на континенте, потом континент разделился на два. И один вид животных начал развиваться по-своему. И они настолько разделились, что они абсолютно отличаются друг от друга. И вот они вдруг встретились и начинают это исследовать друг друга. У кого что, какие там привычки есть и т.д. и т.п. Вот у нас, в принципе, то же самое. Мы давно когда-то разделились, ну вот по теории Сергея, что творец разделился. Вот мы разделились, стали все уникальны, все разные. И просто один стал там, не знаю, инженером, другой доктором, ну грубо говоря. И вот мы друг с другом встречаемся и разъясняем друг другу. Я тебе разъясняю, как ракету построить, а ты мне разъясняешь, как там зубы надо лечить. И тебе интересно, и мне интересно. Согласен. Согласен. Пауз мне надо допускать. Почему? Я наслаждаюсь своими паузами, я просто горжусь тобой. У тебя пулемет, я вообще забыл, где ленты лежат, куда надо шелиться. Благодарю тебя. Далее. Это Андрей. Это не я тут чего-то нажал, это видно, то есть по тарифу там что-то, чего-то как-то, временной какой-то. Полчаса по тарифу. Тарифу вот проговорили. Это, это, отлично поговорили, я думаю, много не надо. Вопросы есть еще по делу? Вот все, на данный момент нету четко все, я знаю, то есть я пишу, значит, зайду в интернет, найду, значит, образцы заявлений, отпишу туда, ну и, соответственно, директору я прозвоню, видео, значит, заявление я тебе скину. Да, пускай проводят проверку на предмет нарушения твоих прав о запрете обработки персональных данных. Ясно. У меня к тебе вопрос. Благодар, понял. Подожди, у меня вопрос. Могу ли разместить для всех наш разговор? А чем он интересен, Антон? О, я тебе разъяснил то, что я хочу разъяснить, ну, как минимум... Для других. Как минимум половине своих подписчиков, поэтому я думаю, многим будет интересен этот разговор. Да, конечно, конечно. Я тут, я за нас, за всех, я тоже за добро, за свет, за любовь, поэтому тут запретов быть не можем. Благодарствую. Благодарствую. Доброго дня. Все, давай, счастливо. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok